Чистосердечное признание облегчает душу, но увеличивает срок содержания под стражей. Есть такое достаточно известное выражение, и существует оно, безусловно, неспроста. Вы знаете, можно привести, наверное, десятки или даже сотни тысяч примеров, когда подобного рода принцип, знаете, вот был человеком использован наоборот, и в его жизни всё сложилось крайне трагически. Я приведу один пример, который, с моей точки зрения, наверное, самый яркий и самый, знаете, вот несправедливый. Все помнят, что был период времени в Украине, когда искали так называемого уже потом серийного маньяка или серийного убийцу Ткача. Звали его ещё Подольский маньяк. И многие знают, что до того момента времени, пока Ткача не задержали, нескольких людей по обвинению в совершении преступлений, которые фактически совершил Ткач, приговорили к тюремным срокам. Среди этих людей был один молодой человек, которого полиция на протяжении года уговаривала сознаться в административном правонарушении. Что якобы он там приставал к девушке, и ничего ему за это не будет, это всего лишь административный протокол. Ходили к нему домой, уговаривали его, говорили, ну пожалуйста, у нас вот тут на нас давит руководство, а тебе же за это ничего не будет, там какой-то штраф, пожалуйста, 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 уговорили. Этот человек подписывает этот протокол, что он действительно это совершил, что он виновен, и после этого он попадает в тюрьму на 15 лет. Знаете, вот этот пример ярко нам говорит о том, что, знаете, вот не спешите, не торопитесь. Для того, чтобы, знаете, вот дать еще большее понимание, расскажу анекдот, чтобы вот вы точно поняли, как это выглядит. Приходит адвокат к своему клиенту в тюрьму, тот ему дает миллион долларов и говорит, слушай, пойди, пожалуйста, договорись с судьей, чтобы вот он мне дал не больше одного года лишения свободы. Адвокат говорит, да что я должен идти к кому-то договариваться, иди все, ничего не хочу слышать, договорись, чтобы был один год лишения свободы, чтобы не больше года было. Проходит какое-то время, суд выносит приговор, один год лишения свободы, человек счастлив, говорит, слушай, говорит, уважаемый господин адвокат, как тебе это удалось? Тяжело было уговорить судью? Он говорит, очень тяжело было уговорить судью. Он вообще не хотел соглашаться давать тебе один год лишения свободы, потому что собирался тебя оправдать. Вот то же самое происходит и знаете, вот с этим вот принципом, который нам говорит о том, что чистосердечное признание, безусловно, облегчает вину, но увеличивает срок содержания вам под стражей. И здесь хотелось бы отметить, что этот принцип работает, наверное, в 97-98% случаев. Есть случаи, когда нужно не просто сознаваться, а чем быстрее сознаваться, тем лучше. Но эти случаи, это возможно там 2-3%. И как бы столкнетесь ли вы с этим в своей жизни, не знаю. Приведу пример. Когда человек выпивает бутылку водки, садится за руль автомобиля, едет в центр города, где находится 100 видеокамер и масса людей, и знаете, вот с криками бонзая он теряет управление своего автомобиля, врезается в машину, которая едет навстречу, и там погибает человек. После этого он выходит из автомобиля, все его снимают на видеокамере своих мобильных телефонов, да, видят, что этот человек, ну, еле на ногах стоит. Вот, знаете, вот в таком случае, когда все очевидно, очевидно, с моей точки зрения, чем быстрее осознаваться, каяться, компенсировать ущерб, тем лучше же для вас. И такой печальный пример был в прошлом году, все его помнят, в 2020, да, потому что, знаете, когда все очевидно, вот отрицание очевидного всегда плохо заканчивается для человека. Если вы будете отрицать очевидные вещи, то вот как в случае с этим человеком, вместо 5 вам дадут 8. А лишние 3 года, проведенные в местах лишения свободы, знаете, это вот не 3 года, которые вы проведете на свободе, когда вот, знаете, вот бывают такие периоды в жизни у человека, когда ничего не меняется, и вроде как бы что год назад, что сейчас, да, что еще через год, в общем-то, особого значения не имеет. Так вот 3 года на свободе и 3 года в тюрьме, это разные 3 года. Подытоживая изложенное, скажу так, еще раз, не спешите, смотрите конкретно по тому делу, по тем обстоятельствам, которые у вас есть. И, безусловно, если уж такой вы талантливый человек, что вы бутылку водки выпили и убили насмерть человека на автомобиле, нет смысла отрицать очевидное. Это только разозлит и увеличит ваш срок, как бы, пребывания в тюрьме. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok